Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Получил кредит, лишился жилья. В Саиногорске полиция разоблачила незаконный бизнес по выдаче микрозаймов. Окончание следствия мошенники ждут за решеткой. Будет ли выпускаться Хакасская баранина и почему не стоит бояться запуска Марганцевого завода? Виктор Зимин делится своим мнением. Ангиограф спасает сердца. За месяц работы нового оборудования врачи республиканской больницы успешно провели десятки операций. На следующий год планка еще выше. Идти вперед и не бояться новых форм. Художник Виталий Кызласов готовит персональную выставку, на которой зритель увидит в том числе и экспериментальное творение. В Саиногорске полиция расследует дело против организаторов бизнеса по выдаче микрозаймов. Подозреваемые так обставляли дело, что люди брали кредит под залог своих квартир и впоследствии их лишались. На удочку дельцов попались 10 человек, а общий ущерб предварительно оценивается в 5 миллионов рублей. Преступная группа в Саиногорске действовала несколько лет, и на первый взгляд все было безобидно. Два товарища выдавали кредиты за 5 минут и без лишних документов. И проявить заемщики хоть немного бдительности, они бы задумались, стоит ли связываться с подозрительной конторой. Когда людям срочно нужны деньги, они на многое готовы закрыть глаза. Так же было и в этом случае. Никто из пострадавших не обратил внимания на то, как несолидно устроен бизнес, и что он больше похож на некое подпольное дело. Никакого офиса у мошенников не было. Они давали объявления в газетах и назначали встречи где-нибудь на улице или даже в гараже. Так же непритязательно дело обстояло и после заключения сделки. Дельцы приезжали к заемщикам и забирали у них ежемесячные платежи. Но самый явный подвох крылся в документах. Перед оформлением микрозайма заемщик обязан был подписать договор о залоге имеющегося жилья, как некой гарантии возврата денег. Люди соглашались на это, будучи уверенными, что смогут все выплатить. Однако даже за каждый день просрочки долг увеличивался в геометрической прогрессии. И, к примеру, взяв 90 тысяч, человек выплачивал только в виде процентов – 400 тысяч. Заемщика тут же умело обрабатывают и вынуждают подписать договор купли-продажи заложенной недвижимости, якобы снова для обеспечения возврата займа. Но на деле мошенники, конечно, становились официально собственниками жилья. Обманутые сайногорцы обратились в полицию. Следственное отделение МВД России по городу Сайногорске находится в производстве два таких уголовных дела в отношении двух лиц. Следовательно, значит, было вынесено ходатайство перед судом об избрании в отношении данных лиц меры пресечения в виде заключения под стражу. В Сайногорской полиции дело называют одним из самых сложных в своей практике. Собственно, и уголовное дело она завела не сразу, а благодаря настойчивости потерпевших. Аргумент силовиков был прост. Пострадавшие сами подписывали все документы, чем полностью развязывали руки преступникам. Но сейчас дело активно расследуется. Помимо мошенничества, одному из задержанных инкриминируется статья «Незаконное предпринимательство». Они сотрудничают со следствием и уже вернули некоторым потерпевшим их жилье. По одному факту, там три потерпевших, им возвращены части доли их жилья, то есть квартиры, которые были у них, нет. Но это в добровольном порядке было сделано, обвиняем по уголовному делу. По остальным работа проводится. По делу проходит 10 потерпевших, но не исключено, что их может быть гораздо больше. Ожидается, что к концу года следствие соберет все улики, убедительно доказывающие вину мошеннической парочки, и передаст дело в суд. Марина Конодакова, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. Добавим, что подобное дело о мошенническом кредиторстве в Саиногорске уже рассматривалось, и тогда виновник сел в тюрьму. Удастся ли сейчас добиться справедливости? Мы будем следить за развитием событий. Самые заметные на неделе – новости от Небесной канцелярии. В понедельник Хакасио накрыл снежный циклон, и утром на республиканских трассах и городских улицах случился сильный гололед. О росте травматизма врачи не сообщали, а вот автоинспекция зафиксировала участившиеся ДТП. К примеру, в Абакане их произошло втрое больше обычного. Коммунальщики уверяли, что уже в 4 утра вышли на уборку снега, однако состояние городских улиц давало повод усомниться в этом. Что касается междугородних трасс, то дорожники также отчитались о своей полной готовности к ненастью. В целом, чрезвычайных ситуаций в связи с непогодой избежать удалось. И не случайно. Еще в прошлом месяце глава Хакасии предупредил, что зима не должна прийти внезапно. И все службы должны быть к ней готовы не на словах, а на деле. А сейчас мы представляем вашему вниманию продолжение интервью, которое глава Хакасии дал руководству нашей телерадиокомпании. В этот раз Виктор Зимин поделился своим мнением по поводу дальнейшего развития региона, а точнее его промышленности. Что стало с проектом Хакасская баранина? Зачем республике Марганцевый завод? И почему Виктор Зимин счастлив на своем посту? Об этом и не только. Далее. Я поняла, что ваша главная задача сделать наш регион процветающим. И, в общем-то, планка уже сегодня поднята на высоком уровне. Взять хотя бы эти масштабные стройки. Ну, это серьезно. Кто-то может иронизировать по этому поводу, но столько денег в республику до прихода к вас к власти еще никогда не приходило. Это я, как житель республики, могу смело заявить, и абсолютно ответственно, вот эти все строительства, и военный городок, и корпус республиканской больницы, и перинатальный центр. Я молчу уже про краеведческий музей. Смело могу назвать вас идейным вдохновителем всех этих проектов. И под ваше имя, под ваше руководство, под ваше управление республикой на эти грандиозные проекты столь маленькой республике выделялись деньги. Ну, большие. Вот задав такую высокую планку, что вы вообще планируете дальше-то делать? Ну, я понимаю, о чем главная соль вашего вопроса. А скатимся, скатимся же, вот граница. Конечно, понимаете, вот так подпрыгнуть, но уже можно так дальше. Следующий год раз, и вот объекты. Ну, и где вы, господин глава республики, будете пиариться? Ну, где? Ну, об этом всегда ты должен думать. А чем ты будешь дальше жить? У нас очень много есть еще моментов, где вы могли себя позиционировать как сильнейший регион. Ну, во-первых, со стройками заканчивать не будем, потому что ты отвечаешь за строительную отрасль, как глава. Ты задал планку, сказал всем, что есть объемы. Я помню, как все начиналось, помните? Я помню, как все начиналось. Там было где-то на республику 24 объекта, что ли, всего. Республиканских объектов. Мы потом в год 240 капиталили, ремонтировали еще что-то, грубо говоря, в десятки раз. Уходили вперед и не снижали темпы, а только наращивали. Я считаю, основное, над чем мы должны расти сейчас, строить новые заводы, открывать новые предприятия. Это очень важно. Воинскую часть, ну да, здесь федеральный бюджет, такой подарок судьбы. Плюс мы тут еще несколько воинских частей, подразделения разворачиваем. Молодым девчонкам офицеров, нашим солдатам, призывникам хорошие условия. То есть все, вот здесь, я считаю, один из лучших проектов, где республика не будет тратить своих средств, а только получать доходы. Остальное все содержать надо. Культурные объекты. Чем? Конечно, нужны новые предприятия. Какие, Виктор Михайлович? Ну, план хоть один раскройте. Не, мы обсуждали, какие предприятия, по большому счету, у нас должен быть мощный угольный кластер в республике. Да, и мы цель себе ставили и задачу. Я надеюсь, в ноябре мы проведем такой уже слет всех действующих подразделений и тех инвесторов, которые к нам готовятся прийти, и те, кто уже пришли. И мы видим для себя сегодня грандиозную задачу, которую надо решать нам, как территорию, мы логистическую цепочку не можем сегодня себе. Мы так развернулись быстро, я, если честно, не ожидал в части того, что будут разворачиваться эти разрезы подразделения по добыче полезных ископаемых, что сегодня мы тормоз уже как в рамках логистики. Транспортная артерия не готова, но мы вырываем. Они начали уже миллион добывать, а это Таршановский, вторая дорога-то нет. Ну все, задача одна власти быстро успеть найти новых инвесторов, новые формы, новую дорогу через Абакан сделать речку, новые выходы. Железнодорожниками согласовать развитие Камышты, других станций. Это большая работа, это несколько миллиардов отчислений, это более трех тысяч рабочих мест. Ну это задача, но мы ее знали, мы уже двигаемся по ней. Мы ни в коей мере не отодвинули на задний план Черногорского парка. Тоже об этом много говорится, но будет. Уже работают люди. И мы дадим им еще сейчас трех серьезных клиентов туда. Потому что создали базу, мы построили, мы отвели территорию, мы создали новую облагаемую базу, мы создали условия. Не надо каждый день ждать сразу, вот знаете, а где это все? Ну это из серии, знаете, а я хочу. Да хотеть не вредно. Надо каждый день по этому работать. У нас просто грандиозный пласт по сельскому хозяйству, переработки. Я, ну себя где-то ввиню в части, что я в ситуации, помните, я сказал, 1 сентября завод в районах Акаси. Да, 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 да. Ну маленькая не до нее была. Ну этот год вообще не до чего. Переработки. Ну нам столько еще нужно сделать. И вот эти два фактора связать. То есть вы эту идею не оставили. Да какая-то это не идея, это реальное дело. Я встречаюсь в Москве уже с инвестором. Мы говорим. Поэтому по конкретно. Перечисление денег, средств, заход. У меня два уже теперь конкурента есть. Может это и хорошо, что не поспешили-то. Ну нужно было. А слово все равно нужно держать. Конечно, ссылка на пожары, на все дела. Ну, здесь так. Это вот как направление, да. Мы говорим, а, наверное, интригующий вопрос, будет ли у нас завод по выпуску нейтролитического марганца. Будет завод. Очень волнует, да. Так это здорово, что волнует. Ну, я думаю, для Туима это будет спасение. Это не то, что для Туима. Твоего умирающий город, это уже умерший. Это да. Вот все согласились тогда с этой позицией. А пусть он умрет. Бросили его. Я туда первый раз приехал, тогда-то ужаснулся. А как живете? Да, город-призрак. И ничего не делал для этого? Ну, это тоже предательство. А все остальные, кто рядом или где-то вдалеке живут, а мы не дадим им процветать. Да у вас два человека нахакайся. Вот не хочу сказать, кто вы такие. Всех надо слышать. Но нагадить не дам. Это нужен завод республики. Он не перегрузит. Он не грузит ни экологии, ни чем республику. Из-за экологии хотелось бы все-таки знать поподробнее. Есть ли какие-то риски? Когда говорят, нет рисков. Это я вам ответственный заявляю. Рисков нет. Ну, а почему Красноярский край тогда отказался? Красноярский край строил ферру марганец. Это, ну, вещь маленькая. Ну, это абсолютно другая. Такие заводы в Европе стоят в центре города, о котором мы говорим. Ну, это вообще, это не химия в том виде, которая есть. Закрытые циклы, закрытое, ну, производство. Вода на внутреннем обороте. Нет там ничего. И выбросов таких нет. Я не хочу называть те заводы, которые в сотни раз сегодня больше вредят. Но это уже история. И не мне ее трогать. А вот это хорошее новое производство. Классное, могу сказать. Я не боюсь этого. Дай бог, чтобы оно у нас получилось. Ну, многие вещи, на которых есть развиваться республика. Мы с вами имеем ГЭС. Ну, почти 70% мы. Ну, 30% точно уходит электроэнергии от нас. А так до 70%. Мы с вами имеем практически экологическую катастрофу. Да. Ну, правда же? Всегда повторяю и повторяю. И буду повторять. И старшим товарищам, так называемым, тоже. Раньше здесь и ситров ловили, и со стерженью. Сегодня караси живут в Енисее. И кекс с трудом. Да, в горной речке, так называемой, в чистой. Ну, и что? А почему транзитом уходит электроэнергия? Пусть она у нас выпадает на территории в части рубликов. Дополнительно выпустим алюминий, произведем новую продукцию, добудем уголь. Без электроэнергии ничего не бывает. Ну, у нас масса точек роста, до езди. А инвестиции привлекать, это главная задача. Я даже цифру знаю, мы практически уже 30 миллиардов где-то. Ну, 30, может, с небольшим привлекли федеральных средств. Это только настройки. Мы не говорим о составляющей, там, на замену оборудования, комплектующих, там, по медицине, и многим модернизационным вопросам, связанным отраслевыми министерствами. Я говорю о тех инвестициях, которые должны быть в республике. И их надо продолжать привлекать. Нам есть чем гордиться. Все приезжающие сюда, и руководство страны, и люди, которые занимают посты в руководстве страны, многие удивляются уровню жизни, когда приезжают и смотрят на нас. Вот это главная оценка работы, наверное, всех жителей республики. Марис, я еще раз хочу подтвердить, что я счастливый человек. Правда. Работаю, живя в республике. Мне очень приятно, Виктор Михайлович, за то, что я считаю, что сегодня все-таки, на самом деле, откровенный, весьма эмоциональный разговор состоялся. Вы раскрылись. Раскрылись несколько другим человеком. Я думаю, что зритель вас услышит и поймет, между прочим. Потому что иногда не совсем ясно, чем занимаются власти. Это все равно где-то далеко, где-то высоко. Не каждый может понять, какой объем и какой груз ответственности лежит на главе региона. Поэтому я и хотела именно сегодня, именно этим интервью, показать вас вот такого, какой вы есть. И чтобы вы своими ответами донесли до людей, чтобы они поняли, в чем заключается ваш труд. Спасибо огромное. Мне тоже было сегодня очень приятно, что я действительно руководителю давал интервью, говорил, старался, во всяком случае, говорить только правду. Может, я поймал себя на мысли, что мы иногда не всегда говорим правду жителям, жалея их. Мы считаем, что где-то они, наверное, могут неправильно нас услышать и не разобраться в ситуации. Начинаю понимать, что надо говорить правду. Вот лучше горькая она, да? Тогда, может, и больше нас будут понимать и знать свою перспективу, роль в этой жизни и руководителей любого уровня. Ну, а в целом, все равно благодарю. Мне очень было приятно, что вы сегодня пришли. Хотя мы друг друга очень давно знаем, но... Да. Я был сегодня другим с вами, правда. Одно из ключевых событий недели не только для Хакасии, но всей страны, это празднование Дня Народного Единства. В этом году дату отметили широко. Вместо привычного митинга состоялись народные гуляния с участием всех диаспор, проживающих в республике. Подробности у Константина Кравцова. Отмечу сразу, что в Хакасии День Народного Единства в столь широком формате проходит впервые. Один из самых молодых российских праздников собрал сотни, а то и тысячи людей на Абаканском ипподроме. Кстати, нашу небольшую Хакасию по праву можно назвать многонациональной меккой. Здесь проживает больше ста народностей и национальностей. Конечно, в этот день каждый спешил признаться в любви к родине. И дело здесь не только, в огромном количестве символики российской. Патриотизм действительно чувствовался в каждом взгляде и улыбке. Ну а то, что Хакасия дружная и многонациональная, не поспоришь. На сцене практически нет места представителям диаспор. День Народного Единства в России действительно один из юных праздников. Отмечается с 2005 года, но история у него более чем четырехвековая. Благодаря Минину и Пожарскому в 1612 году было сформировано народное ополчение, которое изгнало из Москвы польских интервентов. В общем, в единстве сила народа российского. Все вместе мы крепкая, огромная, огромная дружная семья, которой, я верю, не страшны никакие внешние житейские невзгоды. Мы Хакасия, часть великой и огромной страны. Да, мы действительно все разные, но мы, я уверен, едины в одном. Мы преданы государству российскому, и нас заботит его судьба. Очень приятно, что сегодня здесь очень много молодых ребят. Действительно, в таком формате мы первый раз отмечаем День народного единства. На самом деле, все основные большие наши национальные праздники – это показатели единства, гармонии, стабильности и великого взаимовложения к культуре каждой из 106 народностей, проживающих на территории Хакасии. Сегодня это, наверное, самая основа всего благополучия нашей республики. Народные гуляния в этом году развернулись особо широко. Здесь и представители основных политпартий, и фермеры, и ремесленники. Важность этого праздника невозможно переоценить. И что здесь сегодня именно так, именно в таком формате он проводится, мне кажется, это самое правильное. Потому что здесь представлены и муниципальные образования, и диаспоры, и культура, и кухня. Мне кажется, обыкновенный митинг, сцена – это несколько не то. Каждый район республики приготовил свой сюрприз – от национальной кухни до народных игр. И если прежде этот праздник проходил у нас в основном в политическом уклоне, сейчас в мероприятии приняли участие различные диаспоры, проживающие на территории региона. Шорцы, киргизы, поляки, корейцы, евреи, чуваши и многие другие. Я сам алтавец, уже 8 лет живу в Хакасии. Здесь работаю, семья здесь, все хорошо. Мы одна страна, и сколько бы ни было национальности, все равно мы одно целое. Все народы нашей республики с праздником! Казачья воля! Нам есть чем гордиться, нам есть что любить. Три-четыре. Люба! В общем, многообразная Хакасия показала, ее народ действительно един и любит родину. Разрождайся, Россия, расправь свои крылья, я знаю, где мне счастье для тебя найти. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести Хакасия, события недели. Депутаты Верховного Совета приступили к работе над главным финансовым документом республики. Легко в следующем году не будет, но власти постарались предусмотреть все, что необходимо для стабильности региона. Эти и другие новости из жизни парламента расскажет Константин Кравцов. Дефицит бюджета республики в следующем году может оказаться меньше нынешнего, больше чем на миллиард рублей. Об этом на собрании президиума Верховного Совета заявил министр финансов Хакасии Семен Айошин. Проектом закона предполагается, что в 16-м республика самостоятельно заработает порядка 20 миллиардов рублей. Чуть больше 4 миллиардов составят поступления из федерального бюджета. Таким образом, доходы казны составят 24 миллиарда 396 миллионов. Расходы немногим больше 25,5 миллиардов рублей. И что касается расходной части, бюджет сохраняет свою социальную направленность. С учетом субвенции на фонд оплаты труда более 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Образование. На сферу образования у нас сейчас в проекте закладывается 7 миллиардов 273 миллиона рублей. Это с ростом первоначальному закону на 2015 год миллиард 474. Культура с ростом 439 миллионов. Здравоохранение закладываем 5 миллиардов 876 миллионов, тоже с ростом 405 миллионов. Стоит отметить, министр финансов представил депутатам лишь примерный бюджетный набросок. Не исключено, цифры могут меняться. Кстати, еще при нулевом чтении две недели назад доклад выглядел несколько иначе. И дело здесь касается определенных депутатских рекомендаций правительству в части социальной поддержки граждан. Также рекомендовалось обратить внимание на программу социальной поддержки граждан в части оздоровления детей. Да, у нас в 2016 год плюс мод на 202 миллиона. Это выше 6 миллионов, чем в 2015 году. Ну, я не беру внимания те федеральные деньги, которые поступили в результате по пожару, когда поступили на оздоровление детей. Это были целевые разовые средства. Кроме того, у нас предусмотрены... Ну, в общем, хочу сказать, что 95% всех пожеланий, которые были изложены, мы их предусмотрели. Плюс к этому существенно увеличиваются расходы на поддержку сельского хозяйства, коммунальную сферу. Большее внимание уделено предоставлению жилья сиротам. Стоит отметить, принятие годового бюджета – процедура довольно сложная. По сути, депутаты и правительства должны предусмотреть каждую мелочь. Тем более, что от сроков принятия бюджета республиканского напрямую зависит принятие бюджета муниципального. Поправочной кампании мы еще не приступили. И заранее скажу, что по принятому сегодня постановлению Президиума Верховного Совета установлены календарные сроки. Следующий. 5 числа, то есть сразу после праздника, в четверг, будут опубликованы основные позиции проекта республиканского бюджета в газете «Хакасия». 19 числа состоятся публичные слушания. Мы, конечно, в самый широкий круг участников приглашаем. Это, в первую очередь, руководители местного самоуправления, то есть глав администрации населенных пунктов, поселений, районов и так далее. Значит, 20 числа состоится комитет по бюджету, который эти поправки рассмотрит и передаст их правительству на согласительную комиссию. И 25 числа, мы так надеемся, бюджет будет рассмотрен в первом чтении. Кстати, на минувшей сессии парламента депутаты составили обращение в Госдуму о предоставлении «Хакасии» дополнительных средств на строительство дошкольных учреждений в Шира, Копьево и Черногорске. Всего необходимо 216 миллионов рублей. Инициатива довольно своевременная, поскольку федеральный бюджет еще не принят. Шанс получить деньги вполне ощутимый. Притом, федеральный бюджет, с учетом общей экономической ситуации, нынче имеет особенности принятия. Российская казна верстается на один год, а не на трехлетку, как раньше. «Хакасия» же оставляет трехлетнее планирование. По мнению депутата Госдумы, решение верное. Мы должны знать перспективы, какие объекты можно закладывать, какие все-таки имеем в виду мы продолжать строительство, мы будем начинать новые, в том числе школы, в том числе дошкольные учреждения, о чем сегодня обращение принято. Все-таки три таких учреждения очень важны, которые нужно достроить. Надо на это искать ресурсы дополнительные. Конечно, все эти вопросы надо рассматривать. Между тем, еще одна из самых обсуждаемых тем в республике – апрельские пожары. Сегодня практически закончена ликвидация последствий. Главным образом, более тысячи домов построено. Однако огонь весной уничтожил не только жилье. Серьезно пострадало и сельское хозяйство. В Целинном сгорели три животноводческих помещения. Восстанавливали хозяйство буквально всем миром. Из федерального бюджета поступило 12 миллионов рублей. Помогли местные власти. Общая сумма инвестиций превысила 100 миллионов рублей. Сегодня мы смотрим одно из отделений, из четырех отделений. По Целинное, да, вот здесь дойного стада доится 900 голов сегодня. Всего в Ширинском районе 2 300 дойного стада, из них 2 тысячи голов доится в О Целинное. И на дое сегодня здесь составляют где-то порядка 12 с лишним литров молока на фуражную корову. И то, чем занимается сегодня коллектив, который возглавляет Владимир Николаевич Станников, это как раз то, чем должны заниматься все хозяйства у нас в республике. Возвращаясь к теме бюджета на поддержку сельского хозяйства, в 2016 году там предусмотрено более 870 миллионов рублей. Это на 200 миллионов больше, чем в нынешнем году. Почти 40 больных смогли избежать инфаркта миокарда благодаря работе сосудистого центра, открывшемуся почти месяц назад. Благодаря высокотехнологичному оборудованию врачи проводят операции, на которые раньше приходилось ездить в Красноярск, Томск или Новосибирск. О первых результатах работы нового отделения далее. До операции считанные минуты. Пациент в сознании обезболивает только место прокола. Хирург перед тем, как зайти в блок, одевает спецодежду, защищающую от электромагнитного изучения ангиографа. Этот аппарат сейчас главная гордость сосудистого центра, потому что с его приобретением хакасская медицина сделала большой шаг вперед. Теперь врачи могут проникать в артерию, находить бляшки и восстанавливать нормальный кровоток, то есть полностью устранять риск возможных инфарктов. Важная деталь – ангиограф просвечивает человека, и врач на экране в режиме реального времени видит то, как проходит операция. В данном случае человеку устанавливают стенд – специальный каркас из платины, расширяющий просвет в сосудах. Мы видим, что на коронарографии повреждена правая коронарная артерия, то есть имеются стенозы до 75-80%. Это сужение коронарной артерии. Стенд вместо сужения имплантировали его. То есть, как видим, что здесь все ровненько, стало аккуратно, красиво. Стенд и не один, а два спас сердце машинисту Василию Карпову. Ему за 60 в больницу поступил с острым коронарным синдромом. Еще год он будет пить лекарства, но страшное уже позади. Как вы себя чувствуете? Нормально. А больно было? Ну как? У каждого, у каждого относительно, мне нормально. Я как вам сказать, не то, что больно там или что. Дискомфорт есть, а такой боли-то нет вообще. Это тоже свойство ангиографа. Даже когда тебе лезут сосуды, крови мало и боли почти нет. Помимо стентирования, врачи также проводят диагностические операции, то есть выявляют патологии в сосудах. Буквально узкие, пережатые бляшками участки в них. Запуск ангиографа в работу – реальный шаг медиков в борьбе с сердечно-сосудистыми патологиями, которые на сегодня главная причина смертности в Хакасии и в целом в стране. Сейчас специалисты выезжают в районы, чтобы на месте отобрать нуждающихся в операции. На нашей клинике будет именно вот это кольцо острых коронарных синдромов и потом пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Будет именно что здесь вот замыкаться. И всем этим пациентам будет выполняться своевременная медицинская помощь. С докторами поселков мы проводим обучающие семинары, то есть вместе с ними сотрудничаем. Работа регионального сосудистого центра набирает обороты. До конца года здесь планируют прооперировать 200 человек, а в следующем году помощь получат уже 1100 больных. От нагрузки будет зависеть и штат хирургов. Пока их трое, но если отделение перейдет в круглосуточный режим работы, врачей понадобится вдвое больше. На этой неделе свой юбилей отметил один из самых ярких художников Хакасии – Виталий Кызласов. Мастер, черпающий вдохновение в древних легендах и сказаниях, готовит очередную встречу со зрителем. Это будет персональная выставка в Центре культуры имени Кадышева. Мы встретились с художником и узнали, как он к ней готовится. В мастерской художника тот творческий порядок, который понятен только ему самому. Тут хранятся картины, которые Виталий Кызласов хочет показать своему зрителю, как напоминание о творческом багаже, накопленном за всю жизнь. Серия разных лет отражает, как развивался художник и какие темы его волнуют. Вот воины древнего Каганата в ожидании сурового приговора судьбы. Вот перерождение шамана в хищную птицу. А так расположился камень Кезе-Полозы в природе. Художник погружен в мир древних Акассий, ее легенд и мифов. Неважно, графика это или живопись, источник вдохновения неисчерпаем. Наскальные рисунки, вот эти скульптуры древности, периодов еще до нашей эры, то, что было поставлено здесь, сделаны курганы наши, убал, это такие работы, это такие скульптурные вещи в то время сделаны. Нам еще не снилось познать, как это все делалось. Критики отмечают способность Кезласова к интерпретации образов. Один из знаковых – это образ Хомеса. Это не просто музыкальный инструмент, это целая философия, считает художник, и убедительно доказывает это. Форма Хомеса есть отражение жизненного пространства хакасов, благословенного и охраняемого духами самой природы. Рассматривая его картины, можно бесконечно делать открытия и заново узнавать национальную культуру. Впрочем, сам Виталик Кезласов скромно оценивает свои заслуги. А между тем, у него есть основная профессия, и можно только представить, сколько приходится трудиться в оставшееся время, чтобы добиться успеха в творчестве. Чего желает душа художника? Не сворачивать со своего пути. Пожелать не останавливаться и двигаться дальше, что-то пытаться сделать. Для художника богатейший материал. Твори, делай, показывай свою фантазию. Фантазия привела мастера к так называемым объемным картинам. Их художник также покажет на предстоящей выставке. Виталик Кезласов не хочет акцентировать внимание на своем юбилее. Главное – это встреча со зрителем. Открытие экспозиции планируется в Центре культуры имени Кадышева. На этом наш выпуск завершен. И желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова